МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тягуюсь традицией проведения доброчинных акций. Свято для детей. На выходных в Олуковскую допоможную школу-интернат завитали байкеры. А зараз об этом и иншим больше подробно. Переемность в опыту. По инициативе старшины гомельского благосканка Магеннадия Соловья створен Совет Старейшин. Сюня отбылось его первое посаджение. В состав Совета вошли 15 былых руководителей местных органов УЛАДИ, предприятий и организаций региона. А так само медики, дейши культуры, навуковцы, які унесли великий уклад у социально-экономичное развитие гомельщины. По решению Геннадия Соловья Совет Старейшин будет знаходиться у облывыконками, как суместная праца теперешних и былых керавников была больше зручной и эффективной. Такая форма правления неколи была в нашем регионе, але незаслуженно зникла. Прислуховываться до людей, чьи опыт, мудрость и метанокераванность допомагали развиваться не только подначаленным им предприемством и организациям, але и региону целым надзвычай корыстным. В новую структуру увайшли люди с вядомыми прозвищами, які окажуть сами за себя. Это Тимофей Глушаков, Александр Камко, Олег Сейбель, Михаил Селькен. Старшиней Совета Старейшин одиноголосно обраны Леонид Барабанов, який с вышедших 10 годов узначалював областное объединение профсоюзов. Яго намесник у Совете Старейшин, Адам Вашку, сакратар Татьяна Филимоншек. Люди с большим опытом, жизненным, гражданским, производственным. За плечами у каждого большая серьезная работа и самое главное, что результаты. Мы не ставим задачей встревать в какие-то дела, потому что правила игры изменилась в жизни и резко. Новые условия, но мы так росли на чьем-то опыте, когда-то формировались. Думаю, что какое-то слово, какая-то подсказка, какое-то общение даже с молодыми, если оно будет, оно будет, в общем-то, во благо и на пользу. Угонар героев. Завтра в Брагинске-Мехонецким районах почне курсировать патриотичный автобус. Нанести на транспортный сродок выявы героев Советского Союза пропонува Жахара Брагина Анатолия Леученки. Мясовые улады поднимали идею и звернулись за допомогой до Гомельского автобусного парка номер 6. Петр Жуков, Сергей Мацапура, Павел Шпетны – уродженцы Брагинщины, которые доблестно проявили себя в боях Великой Ачиной войны. Обновленный автобус еще одна махчимость выказать повагу героичным землякам в 75-й год Великой Перамоги. За средства предприятия в кратчайшие сроки, буквально за один день, в субботу, был разработан и эскиз фотографий, нанесение этих фотографий. И уже буквально с завтрашнего дня этот автобус начнет работать на пригородных маршрутах Брагина и Хойник. Подобные патриотичные автобусы появятся и в других районах Гомельской области. В регионе идут военные сборы. У Мазары – военнообовязанные мужчины, яким больше за 27 годов, знов отправляются в армию. У Палац культуры Будовник, пункт отправки на сборы, прибывают так само же Хары суседних районов. До 16-го Костричника они повинны пройти курсы повышения военной квалификации, обновить свои веды и навыки унесения службы. Сейчас у нас проходят сборы по проверке мобилизационной готовности органов территориальной обороны Мозырского района. Будет призвано более 100 военнообязанных и 5 единиц транспортных средств. Первое основное – это выполнить свои должностные обязанности по мобилизационному предназначению. Каждый из военнообязанных будет назначен на воинскую должность. Кто-то командиром взвода, кто-то командиром отделения, кто-то стрелком или водителем. Будут выполнять свои обязанности по предназначению. Отбор удельников в учебных сборах традиционно проходит с уликами воинских специальностей. Как и молодых призывников, когости покидают в резерве, иншие централизованно переезжают в пункт приема на территории санатория сядельники. Сюда же приезжает автотехника, которую задейничают на сборах. По закону военнообовязанных белорусов, яким не исполнилось 50 годов, могут закликать на сборы до 8 разов. Повестка от военкомата может прийти нечаканно и не рекомендуется игноровать ее. Ухиле не погрожая серьезным покаранием. Холодильники шины от фур – детячие ходунки. Не меньше, как 8 тонн сметя собрали следшие у леса под прибором подчас инициованной областным ведомством двухденной акции «Экологичный десант-2020». В первый день супрацовники глядели, как у Гомеля сортует сметя и как пластик отримливает другое життё. Затым, как следшие сменили форменную вопротку на спортивную и пробирали лесные обочины, назирала Марина Северянова. Пластик, шклянки, доходы от ежи. Люди покидают после себя в лесе шмат сметя. Але самое неприемное, коли они приносят его сюда наумысно. Да, действительно, на глубине где-то 10-15 метров заходишь в лес и обнаруживаем захоронение, захоронение бытового мусора, которое с дороги не сбрасывает, это проезжающий мимо водитель. А целенаправленно кто-то из местных, вероятнее всего, захоранивает. Какую цель они преследуют, я, честно сказать, не знаю. Хочу просто сказать, люди, остановитесь, берегите то, что вас окружает. И саправды, коли едешь на автомобиле, то сдаётся, что обочины чистые. По зерк ловить только яркие фарбы лесной зеленины и солнечные промяний, которые разразаются верхолинами древ. А леварда только припинится, и настрой псуется одразу. Шклянки, анучи, пластиковые пакеты, взломанная бытовая техника. И наводь вот такая гигантская шина. Как я ее загрузить на трактор, спотребится человек 10. Лесники кажут, что им за все депотребная допомога добрахвотников. Очень сильно помогли. Спасибо им огромное за это. Почаще бы так и побольше таких вот всяких структур подразделений, которые могли бы нам помочь, потому что без них нам бы тяжело было. И долго бы мы ещё убирали этот мусор. То, как люди ставятся до света, и кем живут, разгубляем. Заразве дома в лесах моро грибников? Богатый на такие дары сезона, дгукается и большей колькостью смете. Грибники же, які до экологии ставятся отказно, закликают инших не сметить. Люблю, чтобы был парадок. Как в стране, так и в лесу. То есть вы мусор после себя не оставляете? Нет, нет, нет. Но замечаете, что другие грибники мусорят? Ну, я бы не видела. Так в лесу бутылки какие-то валяются. Я считаю, это очень даже несерьёзно выбрасывать. Я думаю, что каждый вправе взять и выбросить его в нужном месте. Областное управление Следующего комитета летость инициировало иншую акцию – «Спорационный десант-2019». Тогда допомагали аграрам буду Кошелёвского района сбирать на палетках бульбу, которая засталась после комбайна. А сёля-то вырошили прибраться в лесах. Каля 50 супрационников навели парадок на придорожной территории в районе прибора. Усягу очистили от смете больше к 5 километров. Назбирали не меньше к 8 тонн смете. Следователи Гомельщины с удовольствием принимают участие в различных экологических акциях. И сегодня наш экологический десант решил помочь в уборке лесных территорий от мусора. Дело в том, что это была наша инициатива. И мы тут решаем две проблемы. Во-первых, нам небезразличное состояние нашей окружающей среды. И мы хотим сделать наш лес немножечко чище. Во-вторых, это хорошая возможность нашим следователям пообщаться вне рабочих отношений, провести приятное время, сплотить коллектив, ну и в то же время оказать помощь окружающей среде. Батьку на допомогу вызвался и сын Миша. Хлопчик говорит, что сам николи не сметить. Извертается до детей и дорослых так само берахчи на Вакольной Осеродде. Баба сказал, что в субботу мы поедем мусор собирать. Ну, хочешь со мной? Я сказал, да. Мы приехали. Я думал, мусора будет меньше. Но тут его очень много. Я не пожалел, что сюда приехал. Я устал, но я стараюсь. Экидесант организует следствие в наступном году, пока не вядома. А ли то, что будут делать нечто корыстное для людей природы, несумненно. Марина Северьянова, Василия Сепцо, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район. Рауматору и бурные детячие эмоции. На выходных в Аулуковскую допоможную школу-интернат завитали байкеры. Выхованцы, стомленные достаточно изоливанным режимом пандемического периода, ждали гостей с такой широй нетерпливостью, что их радостное хваливание передалось всем – в Тимлику и нашей сдымочной группе. До назначенных 1Х – некальки хвилин. Хлопчики и девчонки прослуховываются. Те не чувать гул моторов и раз по раз бегут до воротов проверять. Те не едут гости. Коженый хочет сустроить байкеров первым. И вось на вот крыху ранее, чем чекали, с конца улицы раздается рокот мотоциклов. В Аулуковской допоможной школе-интернате выховывается больше 120 детей. 85 из них – сироты, у Тимлику социальные. Это значит, батьки у них есть, а ли только номинально. Когда начал летовать коронавирус, установа, прием гостей и проведение мероприемства обмежавала. Хлопчики и девчонки, позбавленные батьковской пяшоты, на этот час застались обадать, что без крыницы позитивных эмоций. Ни им никуда нельга, не до их. Тому приезд байкеров стал по 9 года. Они всегда приезжают в День защиты детей, 1 июня. И мы их ждали очень, но сложилась такая эпидемиологическая обстановка, что просто нас никто не посещал, и мы не могли никуда выезжать. Массовые мероприятия не проводились. Поэтому наши дети ждали байкеров целое лето. И сегодняшний приезд для них – огромный праздник и долгожданный праздник. Самое радостное – покататься на мотоцикле. Те шмать детей могут похвалиться тем, что ездили на соправданном Харлее. А лету дняма места заздрости. За хлопчиков и девчонок, яких и так покрылся у лес, в этот день можно было только счастливо радоваться. До речи байкеры покатали у всех без выключения. Да и не по одним разе. А еще на Харлеях можно было навод танцевать. Сами байкеры – мотоциклисты клуба Харли Дэвидсон – кажут, что так само заражаются добрыми эмоциями от детей. Дэйхины проезжают уже третий год за пар. Стараемся как-то по мере сил как-то помочь детям, привезти какие-то подарки, как-то их, не знаю, как-то развеселить их, что ли. Ну, пока как-то так получается у нас. Даже в это непростое время. Байкеры мкнутся не только подарить детям добрый настрой, а лейда помахчу установим материально. В попередние годы привозили ложки, тумбочки и постельную биолизну. Все это протягнули комплектовать школу-интернет меблей. В покоях, где каючим, появилось 20 новых ложков. Мотоциклисты обещают, что заветают до детей в наступном годе с подарунками и желанием сделать жизнь у хлопчиков-девчинок крыху больше светлым. Марина Северьянова, Ганна Каральчук, Василия Сепцо, телерадио «Компания Гомель». Вертание у Гомель. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава-фотосдымка у областного центра, сделанных 100 годов тому. Их автор – Александр Артемьев, який народился у Гомеля в 1903 году. В час революции он выехал в США, отримал гражданство и новые прозвища – Артвей. Мужчина протягивал приезжать у Гомель и наведывать семью аж до начала Другой Сосветной войны. После этих поездок застався архив фотографий, який заховывается у Филадельфии у дачки Александра. Прозвосемьдесят годов, дякуючи гомельским историкам, здымки трапили у Гомель. На их можно убашить побуд гомельчан 1920-х годов и в улице областного центра. У кадры часто трапляли тые места и объекты, які в худком часе зменились або зникли. Наприклад, Прображенская церква и церква народжения Найсвятейшей Богородицы. Музычным вернисажем у картины галереи Гаврила Вашенки сустрелису светный день музыки. Для гостей коллективы и выканавцы Гомельской областной филармонии подрехтовали насыщенную программу. Свою творчость слухачам подарили ведучие маэстры сцены. Народная артистка Беларуси Галина Паулянок открыла вечер русскими романсами. В зале прогушали лярышные отворы Михаила Глинки и Пятра Шайковского. Наша задача работников филармонии, конечно, больше популярную хотя бы, ну так не совсем сложную, но классическую музыку доносить до наших людей. Потому что в связи со всеми обстоятельствами, не только сейчас, вообще, многие у нас не знают и того, и того, и того. Поэтому такие концерты очень полезные. Пускай они будут камерные, пусть они будут маленькие, но придут люди, пускай 30 человек, 50 придут, они получат удовольствие и расскажут другим. В зале гучали оперные сцены и эстрадные хиты от лаурата международных конкурсов и владельницы уникального голоса, колоратурного сопрано Вольги Кузьменко. В музычном миксе знайшлося место и танцевальной музыцы. Страстная танга на бандынеоне для слухачоу, выконов Андрея Глазенкова. В осень наближается до середины, и на дворе поступово становится холодным и дождливым. У авторок в регионе еще захавается теплый дня, будет до плюс 19, а в другой половине дня махчимы короткочасовый дождь. В середине станет холоднее, плюс 16, и так само шакаются опадки. В шатвер температура по ветру подымется до плюс 18. Будет дождливо и пахмурно, как и в пятницу. А кроме того, варта утеплиться. В день на улице будет кле 15 градусов. Это и другие новины, информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершено. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Мозере задержали продавца наркотиков. 20-летний парень в одной из многоэтажек прямо на лестничной площадке планировал осуществить сделку, но не успел. Когда наркодилер увидел сотрудника в милицию, он выбросил полиэтиленовый пакет и попытался скрыться, но был задержан. В рюкзаке у него нашли еще один пакет. Внутри находились бумажные свертки с сушеной измельченной растительной массой. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз дали заключение, что изъятое вещество – марихуана. Общий вес наркотика составил 60 граммов. Возбуждено уголовное дело. В Добружском районе работники МЧС спасли женщину, которая упала в погреб. В воскресенье около 11 часов утра по телефону 101 спасателям поступило сообщение о том, что на даче в садовом товариществе Кореневка-2 Добружского района женщина провалилась в погреб и самостоятельно выбраться не может. Когда спасатели прибыли на место, женщина 43-го года рождения находилась в погребе и самостоятельно выбраться не могла. Работниками МЧС при помощи лестницы и веревки женщина была из погреба извлечена. После осмотра медиками с предварительными диагнозами ушибы была госпитализирована в Добружскую центральную районную больницу. В Жлобинском районе в лесном массиве около деревни Бобовка обнаружен разбитый автомобиль-ауди, в салоне которого находился труп водителя. ДТП произошло на автодороге деревни Бобовка, деревни Черная Вирня Жлобинского района. Автомобиль с номерами Могилевского региона находился в кювете с механическими повреждениями. По предварительной информации водитель, двигаясь по грунтовой дороге, не справился с управлением транспортного средства из-за того, что неправильно выбрал скорость для движения, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся и совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте ДТП. Погибшим оказался житель Бобруйска, 1973 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и определения наличия алкоголя либо наркотических веществ в крови. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Здравствуйте. В числе четвертьфиналистов Кобка Беларуси по футболу нет представителей Гомельской области. Речицкий спутник, выступающий в первой лиге, без вариантов на своем поле в 1-8 финала проиграл представителю элиты национального чемпионата Жодинскому торпедо 1-4. Единственный мяч в составе хозяев забил Вадим Курлович. Славия играла с Гродненским Неманом в Мозыре. На старте матча Валерий Жуковский перебросил вышедшего из ворот Михаила Барановского. 0-1 на 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Красную карточку перед собой увидел защитник Мозырян Семен Шестиловский. Голом обернулся для хозяев штурм ворот соперников на последних минутах матча. Михаил Барановский отправился на помощь партнерам при подаче углового. Гродненцы выжили из момента максимум. Жан Морель По поразил пустые ворота Славии. Победа Немана 2-0. Гомель и Локомотив в 20-м туре чемпионата страны по футболу в первой лиге одержали победы. Зелено-белые в домашнем поединке против Форши пропустили первыми, однако сумели набрать три очка. Дубль Бондаренко и голевые удары Жосткина и Васькова обеспечили победный результат 4-2. Гомель на третьей позиции в таблице чемпионата. Локомотив с минимальным счетом обыграл Пинскую волну. Единственный гол забил Павел Марков. Железнодорожники пятые в чемпионате. Единственный забитый мяч решил исход матча между Химиком и Лидой. К сожалению, Светлогорская команда проиграла и продолжает оставаться на последней строке в таблице. Лидер Речицкий спутник свой матч 20-го тура против Крумкачей проведет 21 октября. Гомельский ВРЗ потерял первые очки в чемпионате страны по мини-футболу. Вагоностроители по ходу выездного поединка с Дорожником ввели в счете 3-1. Хит-трик оформил Евгений Клочко, однако столичная дружина сумела отыграться. Упустили победу гомельчанин на последней минуте. Итог 3-3. Без осечек пока идут Виттен из столицы. Оршанцы обыграли УВД «Динамо», а столичная дружина была сильнее Светлогорского ЦКК. Оба матча завершились с одинаковым счетом 5-1. Гомельская БЧ обыграла Лиду 3-2. В составе железнодорожников дубль на счету Максима Евдокимова. Еще один голевой удар нанес Павел Книга. Все побеждают. Команды из Гомельской области удачно провели матчи в чемпионатах страны по волейболу. Жемчужина Полесье на домашней площадке обыграла Барановический Атлант 3-0. Мазирянки вторые в таблице чемпионата. Гомельская «Энергия» пока идет без потерь в элите мужского чемпионата. Команда Романа Оплевича дома была сильнее Витебского марка ВГТУ 3-1. В первой лиге победы праздновали гомельские с Дюшер «Энергия» и «Бумпрома». Обыграны соответственно КЦОР «Коммунальник» из Могилева и Оршанский взлет. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.